Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Вакин. Я хочу поделиться с вами своим многолетним опытом и знанием рынка недвижимости Санкт-Петербурга во всех ценовых сегментах, которые, я уверен, позволят вам разбираться в ней на уровне эксперта и полюбить ее так же, как люблю ее я. В начале этого года я оказался в длительной рабочей командировке в столице Испании, городе Мадрид. Это была не первая моя рабочая командировка и не первое мое длительное нахождение в иностранном городе не с туристической, а именно с рабочей целью. Обычно я арендовал квартиры у местных жителей или у агентств недвижимости на всеми нами известных сайтах. Однажды я даже решил остановиться в отеле. По сути, с одной стороны, это был интересный опыт, потому что отель мне предлагал классную инфраструктуру, все необходимые мне сервисы, на то, на что обычно уходит время и то, на что время в командировке тратить совершенно не хочется. Но при этом, после двух недель пребывания в моем 15-метровом номере, который по совместительству стал и моим офисом, я начинал уже сходить с ума. То есть это не одно и то же прийти кинуть вещи и пойти гулять по городу, наслаждаться архитектурой, ужинать в ресторанах. То есть, когда ты работаешь в этом месте, живешь в этом месте, у тебя совершенно другие требования к качеству и к комфорту, который предоставляет тебе помещение. Поэтому в следующую командировку, когда я отправлялся в начале года, я решил рассмотреть вариант аренды апартаментов. Потому что это, как мне виделось, некий компромиссный вариант между частной квартирой и между гостиничным сервисом. Сказать, что я был в восторге, ничего не сказать. Просторный апартамент с большой кухней, гостиной, с комфортной спальней и тот сервис, который был нужен именно мне. Поэтому, когда я вернулся в Петербург, я решил посмотреть, а что же на нашем рынке предлагается подобного. Критерии выбора просты. Дом, в котором будет комфортно жить. Апартаменты, в котором можно будет выгодно и удобно сдавать. Ну и перспективы роста стоимости, безусловно, немаловажный критерий. А когда я сузил свои рамки поиска до локаций, которые искренне нравятся мне, так и вовсе остался один вариант. Это арт-кластер, возводимый компанией RBI на 2-й советской улице под названием Art Studio. Всего в двух шагах от Невского проспекта. Большинство основных памятников архитектуры находятся в пешей доступности. Рядом два самых известных, пожалуй, торговых центра в Санкт-Петербурге. Галерея Невский центр, в которых помимо хорошего шопинга есть и классные рестораны, кафе, да и в принципе все необходимое для современного человека. С точки зрения транспортной инфраструктуры место безупречное. Рядом Московский вокзал. Если вы живете и работаете на два города, это просто бесценно. Просыпаться за полчаса до своего Сапсана, уезжать из центра одной столицы и приезжать в центр другой, это очень удобно. Да и так сложилось в России, что большинство офисов центральных компаний, основные госучреждения располагаются в центральных районах города. И здесь вы можете не тратить свое время на стояние в пробках, а дойти до каждого из них пешком или с комфортом доехать на такси или метро. Да и в самом доме предусмотрено 8 коммерческих помещений, площадью от 69 до 300 метров квадратных. Такая площадь наиболее востребована арендаторами, которые работают в секторе небольших кафе, булочных и других предприятий общепита. Так что я не сомневаюсь, что к тому моменту, когда вы заедете в свою творческую студию, и инфраструктура самого дома вас будет очень и очень радует. Дом возводится к применению монолитной технологии. У этой технологии есть как свои сторонники, так и свои противники. Я являюсь скорее сторонником, потому что это, на мой взгляд, идеальное сочетание надежности конструкции и быстроты возведения дома, которая возможна в современном строительстве. Панельное строительство мы в расчет не берем, потому что это совершенно другой класс жилья и совершенно другая история. Арт-студия будет возвышаться над землей на 9 этажей и на один этаж уходить под землю. В подземном этаже расположится паркинг на 67 машиномест. Здесь, как мне кажется, и кроется основной недостаток этого жилого комплекса. 67 машиномест на 251 апартамент. На мой взгляд, для такого класса жилья и для центрального расположения это очень и очень мало. Особенно в центре города, где каждый день появляются новые платные парковки, и день от дня легче парковать свой автомобиль не становится. Если посмотреть правде в глаза, большинство апартаментов в этом комплексе – это апартаменты с одной спальней. Такие апартаменты в центральных частях города приобретаются скорее в качестве инвестиций для последующей сдачи в аренду, и паркинг таким апартаментам не требуется. К тому же в пешей доступности есть галереи и невский центр, в которых вы можете арендовать парковочное место, если для вас это необходимо. Высота потолков 2,75. Кому-то этого покажется мало. Согласен, круто жить в доме с потолками 3,5 метра. Но если оглянуться на запад, в самом дорогом жилом комплексе Лондона, One Guide Park, высота потолков в чистоте составляет всего 2,5 метра. И это ни арабских шейхов, ни наших олигархов, никого не смущает. Все с удовольствием приобретают апартаменты там и гордятся своей покупкой. У здания онообразная форма. Для этого места это очень удачное решение, так как внутренний фасад дома ориентирован в сторону существующего сквера и отсутствует эффект окна в окна. А что с безопасностью, спросите вы? В таком оживленном месте к ней требуется особый подход. И будете правы, хорошо, что застройщик обо всем уже позаботился. Во всех подъездах, парадных, во всех входных группах, на въездах в подземный паркинг, на территорию двора будут установлены камеры видеонаблюдения, которые будут круглосуточно записывать и транслировать на охрану происходящее. Интерьеры арт-студии будут отличаться изысканностью оформления и качеством отделки. В оформлении входных групп, холлов жилых этажей будут использованы скульптуры современных российских художников. На сегодняшний день большинство творческих студий в комплексе уже проданы. В продаже всего 62 апартамента. Цены стартуют от 7,5 миллионов. За эти деньги вы получаете комфортную студию 30 квадратных метров с просторной комнатой, нишей под гардеробную и хороших размеров санузлом. Уверен, такие студии будут пользоваться успехом как при сдаче в долгосрочную, так и в краткосрочную аренду. Для собственного проживания, конечно, вариант кажется сомнительным. И за эту цену покупатели обычно рассматривают нечто другое не в столь хороших и центральных местах. Оптимальный вариант в сочетании площадь, стоимость и то, что вы получаете, так называемый продукт, на мой взгляд, это апартаменты с двумя спальнями. То есть можно приобрести классный апартамент 56 квадратных метров за 9 миллионов 300 тысяч рублей для центрального района и нового дома такого уровня. Это очень и очень выгодное предложение. Все апартаменты будут передаваться с черновой отделкой. С одной стороны, это минус, так как не получится ими пользоваться с первого дня передачи ключей. С другой стороны, это плюс, так как вы можете самовыражаться, в том числе, через то, каким образом вы будете ремонтировать их. То есть вы сможете выделить свои апартаменты среди других в этом же комплексе в последующем, когда будете сдавать в аренду. То есть именно проявить творчество, но творчество не только как художника, но и творчество инвестора. Да и к тому же можно дозаказать отделку у компании, которая входит в холдинг RBI. Сейчас подписать договор о намерениях, внести символический депозит, а основной договор заключить уже за 4 месяца до сдачи дома. В надежности застройщика сомневаться не приходится. RBI на рынке с 1993 года. За это время они ввели в эксплуатацию более миллиона 300 квадратных метров недвижимости. Еще около 700 тысяч находятся в стадии строительства. И за эти годы они получили доверие как и петербургского рынка, как и покупателей, так и мое личное доверие. То есть когда я слышу о том, что проект возводится холдингом RBI, независимо от того, в каком классе будет находиться этот объект, он всегда вызывает мой интерес. И всегда это что-то необычное. То есть у этого холдинга никогда, ну по крайней мере на моей памяти, те объекты, которые я знаю хорошо, они не пытались выжать максимум земельного участка, застроить, налепить каких-то типовых квартир, которые будут интересны по цене рынку в первую очередь. Они делают продукт, да, пожалуй, с высокой ценой в своем секторе, в своем сегменте, но всегда качественный, интересный и с собственным выразительным лицом, что делает его интересным как и для первых владельцев, так и для последующих перепродаж. Их объекты пользуются спросом не только на первичном, но и на вторичном рынке. Art Studio, на мой взгляд, это хороший пример переосмысления доходных домов. Вот помните, в конце 19-го, в начале 20-го века в нашем городе было великое множество доходных домов, и тогда это не ассоциировалось с каким-то муниципальным или доступным жильем. Были доходные дома, арендовать апартаменты, в которых могли позволить себе лишь состоятельные горожане. И на сегодняшний день те дома уже, конечно, не используются по их назначению, но они гармонично вписались в облик города, и я бы даже больше сказал, они его формируют. Вот и Art Studio, это такое современное прочтение нашей петербургской архитектуры, грубо говоря, путь, вектор, куда она движется. И честно вам скажу, за многие годы, которые я работаю на рынке как элитной, так и типовой недвижимости, я наблюдаю вот эти все изменения, они мне нравятся. То есть вот в этом срезе Art Studio комфортный, качественный проект по адекватной цене для своего местоположения. Какие он сервисы предлагает, какие технологии в нем используются, ну интересно, и тем интереснее будет посмотреть, что будет дальше происходить с нашим рынком, и какие новые и новые проекты нас ждут. Так что живите, инвестируйте, а главное выбирайте с умом. С вами был Алексей Вакин, до встречи. Продолжение следует...